Да. Фамилия, имя, отчество? В гвардии. Наши сержанты Бальзовы Дениси Юрьевич. Являюсь военнослужащим 108-го аттестанта штанового полка. Проходил службу механика-вотителем в разведроте. Потом был прикомандирован в службе. Попал на первый раз на СОО. В марте месяца заходил. Находился в основном в районе Чернобаевки. Потом выезжал на поселок Васильки. Менял людей на заставах. Проводил гипотепродации. Потом возвращался назад на Чернобаевку. Чем занимался на Чернобаевке в основном? На Чернобаевке в основном несли дежурство. Чистили, оружие готовили. Потом опять убывали. Туда меняли людей, аккуратно приезжали. Также занимались отдыхом. Ходили на дежурство. Потом при обстреле, когда был обстрел, получил ранение в ногу. Потом убыл. Когда и где это было? Получил ранение в сентябре. На Чернобаевке. При обстреле. Дату помнишь? Дату. В сентябре это было. Как эвакуация твоя происходила? Эвакуация моя. Меня с Чернобаевки отвезли в госпиталь в городе Херсон. Меня уже на автобусе отвезли в Россию. Через Крым? Через Крым. Как проходила реабилитация? Реабилитация отлежала в госпитале. Положенный месяц. Мы сделали все, что необходимо было для оказания помощи. После проходил полтора месяца реабилитацию дома. В последующем ждал операцию 2-3 месяца. Также для удаления народного тела. Дождался операцию. Потом еще был месяц реабилитации после операции. И потом находился в пункте постоянной дислокации. Тянул время. Решил полностью восстановиться. Потом в мае вернулся сюда. Зашел второй раз в мае. Какой населенный пункт? В населенный пункт Крымки. Чем занимались там? В населенном пункте Крымки. У вас там много несли дежурства на своих линиях окоп. Делали инфарь. Ну, как там у нас находилось инфарь, мы там несли службы. Как местные к кому относились? Местные относились 50 на 50. Есть кто-то. Ну, то есть, не особо обращал внимание. Кто-то говорил там, да, вы пришли на эту землю. У нас беда стала беда. Мы не хотим такой жизни. Ну, такие вещи. Как думаешь, это правильно, что Россия сюда пришла? Ну, я скажу так, как я думаю. Ну, как. Это, во-первых, чужое государство. Во-вторых, я думаю, они сами были в праве выбирать, каким жить, и нам не нужно было со своими порядками, со своими законами сюда идти. Как, где и когда попал в плен? Попал в плен 7-го числа при обходе местности для установки МП. После, короче, боя ранен, была оказана помощь, зашили спину. Вот. Оказался здесь. Рад, что попал в плен? Ну, я рад, что я остался жив. Что хочешь сказать своим согражданам? Я хочу, чтобы каждый в своей голове сделал для себя определенные выводы, зачем он здесь вообще находится. Да, с какой целью, что ему хочется больше жить, я не знаю, либо здесь остаться. Я думаю, каждый задумался над собой. К командованию хочешь обратиться к своему? К командованию могу сказать одно, чтобы никогда не лгали, а выдавали правду за правду. Потому что многое не договаривают и многое не выносят отсюда. Никто не знает, кто здесь, кто в России находится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.